так ну запись пошла давайте я сейчас сделаю управление немножко более универсальным сделаю это с помощью метода отдельного для игрока потому что я хочу например добавить нескольких игроков сейчас сразу добавим игрока второго сваза как назовем давайте control control она пусть у нас остается да нужно читать не константы а запишем их управление где-нибудь а вот так мы будем делать например self кейс из лет и сюда мы потом запишем текст или злеб запишем рай делаем сразу для вертикальной так вертикально киборцем лифт область да как должны заменить y на игре точнее y y y y y так но если я сейчас запущу то то у меня он перестал работать да потому что я из апдейта вот он апдейт у нас а нет что-то должно работать ну как давайте посмотрим я не успел удалить строчки а ну да лев лево вправо остались очищаем не нужно нам у плеера в апдейте вещь мы будем у плеера в апдейте запускать его метод control только когда мы запускаем свой метод это как своя переменная поэтому мы вместо внутри объекта player он знает все переменные и все свои методы выпишем self player поймет что нужно вызывать свой контроль потом и причем для каждого плеера вот мы одного создание 2 3 у них это цел будет соответствовать один для первого созданного плеера другой до 2 но он у нас все равно работать сейчас не будет давайте попробуем он даже выдаст ошибку что у нас нет горит такой переменной keys давайте добавим переменную keys вот сюда где мы скорость для плеера добавляли пишем self . keys и давайте keys при создании плеера будем передавать кнопки управления а давайте если мы лентяи мы сделаем вот так вот если мы не передаем то давайте какие-нибудь кнопки по умолчанию передадим лифт лифт кнопка таблицы целых кис . лет будут находиться у нас слова лет или давайте не лет сразу сразу вас а край что направо какая кнопка у нас деда сейчас вверх а вверх у нас там дублевая команда вы давайте попробуем запустим просто функции с большой буквы можно нет если просто функции глобальной просто да давай все таки к мл кейс с маленькой буквы хорошо большие у нас только будет для класса так ну что работает давайте посмотрим где мы создаем нашего игрока мы его создавали где-то у нас цикле тут создание внизу было вот вот здесь на давайте создадим еще одного игрока второго со стрелками со стрелками так тоже player игрок 2 здесь напишем так что мы ему должны мы ему должны стрелки передать да давайте чтоб я сильно много не перепечатал я скопирую как вот это вот мы здесь не набирали скопирую кстати забавно смотрите я сейчас запускаю нашего игрока а ну да тут два игрока вот не видно видно нет видно немножко текст что наложен один лишь игрок просвечивают один и второй первый назвался просто игрок а второй игрок 2 и видно что в одном месте так ну это плохо видно давайте сразу запишем лифт это для клавиш управление курсоров и курсором right а ну пожалуйста работай и так ну а мы еще не проверяли работает вверх-вниз до вверх работает сейчас проверить проверим вниз как у нас а и вниз работает ну и для того наверно сейчас работает две параллельно по диагонали можно тоже двигаться но и у вас наверно тоже можно было вы пробовали все и самое классное что что мне не пришлось вот эти сравнения кнопок и всяких там с границами экрана и это все в одну в один метод вы вынес и он используется уже внутри объекта каждого вот вот здесь вызывает матически для каждого так давайте-ка добавим коллизию коллизия это проверка на столкновение на столкновение двух объектов у нас объекты простых так коллизия коллизия там можно совершить стандартные ошибки так 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 все стираем здесь ничего не надо Так, сейчас пока я напишу только метод проверки, сталкивается один объект с другим или нет. Вот то, что ты писал. У вас же два было, да? Два была круга. Вот в данном случае у меня один круг представлен селфом, селф, селф x, а второй я буду передавать параметром other. И у него тоже есть x, y. Вот, так, ну давайте, я думаю. Нам нужно возвращать, если они сталкиваются. Здравствуйте. Мы тут видеоурок пишем, так что у вас. Ну, видеоурочек. О, это шла. Это шла, да. Мне вам показалось, что нам нужно все звуковые дорожки тогда вырезать. А, ну вы, погоди, ты мне показывал на телефоне. Ладно. Ну, это не просто one life, это life, даже two life. Так. Ну, мы скоро закончим, так что. У нас проверка, давайте по-русски напишу комментарий, чтобы было вам понятно. Ага. Серверная дальше, там через, на ней написано серверная, и весь народ там сидит. По коридору туда. И девочки. А, Лерочка может... Так. Проверка. У меня... Что? Да. Он сейчас лекцию будет просто читать. Кстати, лекция шикарная, про компиляторы. Шикарная тема, ну, для вашего будущего шикарная. Как раз программистская. И, может быть, что-то там щелкнет, поймете. Так. Да, нужно присвоить. Давайте вспоминать. Так. Давайте вспоминать, как писать условия. If. If. Так, формула у нас такая. Квадратный корень. Расстояние между двумя точками. Так. Сумма квадратов там, по-моему. self-x минус other-x, в квадрате, в квадрате, плюс y. Ну, я надеюсь, я правильно ее вспомнил. Если что, будем переделывать. Так, self-y. А можно даже так сразу делать. Нет, ладно. Чтобы было попроще. Если... Так, дэм. Будьте здоровы. Так. Мы тут видео урок пишем, видео лекцию. Поэтому пока не отвлекаемся. Так. Получается, мы их уже вставили, да? У тебя, в принципе, такая она должна была. Да. Так. А я сколько не поставил? Нет, поставил. Self-x минус other-x. Угу. Так. Ну, мы написали, ладно, проверку столкновения между двумя объектами. Но это ничего нам не даст. Нужно какую-то еще вспомогательную написать. Солкновение, хоть с каким-нибудь объектом, с любым. Чтобы... Так. А здесь условия не будет уже. Здесь мы по-другому будем делать. Здесь нужно перебрать... Ну, я не оптимальный сейчас, конечно, решение пишу. Но зато оно понятно и будет быстро работать на любом компьютере. Вот. Из имеющихся. Мы должны... Цикл перебора наших... Да, ребят. Ну, нас спасет то, что units... Units – это глобальная переменная. И поэтому мы можем ее здесь использовать. И у нас есть к ней доступ. For E – до длины units. Помните, что у нас в units хранится? Ну, мы когда создавали вот эти шары, мы туда и шары, одну порцию, и вторую, и игроков даже туда засунули. Units – do and for. Так. И давайте... Так, если не сталкиваемся, то return false, return false. А если мы хотя бы с одним столкнулись, тогда тоже возвращаем истину. И заканчиваем. Вот смотрите, у нас там, например, 20 шаров. Мы хотим проверить. Сталкиваемся мы хотя бы с одним. Если мы даже с самым первым столкнулись, вот, то мы уже получим истину. Только вот здесь вот нужно не other написать, а нужно писать units it. В чем сразу ошибка? Ну, точнее, не дописано. Так, ладно. К этой ошибке мы вернемся. Давайте попробуем это запустить. Давайте попробуем это добавить в движение. Движение. Так, ну, движение мы немножко перепишем тогда. Control. Sx. Это будет смещение. S, y. Присвоить 0. 0. И здесь мы не будем x прибавлять. Мы будем в Sx присваивать, насколько нужно сместиться. Если там никого нет, если нет стенки, вот, вот настолько сместись. Так. Это же самое идет только с другим знаком сюда. Здесь минус мы убираем, потому что это мы вправо движемся, а здесь минус сделаем в окно Excel. так. Так, ребята. А здесь Sx мы сделаем. Так, мы движемся вверх. Это нужно, значит, минус опять поставить, и не Sx, а Sy. Здесь тоже Sy, но движемся мы вниз. Все правильно. Так. Ну, сейчас у нас ничего происходить не будет. Вот давайте попробуем. У нас перестали... Так, ошибки там нет? Нет ошибка. 59 строка. Что-то она там рассчитывает. Не self, а local. Извините. Это локальные переменные, они только внутри этого метода. Так. Пробуем управлять. Ну, конечно. Я изменил наше управление, и оно не работает. Потому что я заношу скорость, не скорость, а насколько переместиться в какие-то переменные локальные, а их никак не прибавляю к self-fix. Давайте вот здесь их прибавим. Так. Но прибавим мы их только в таком случае. Если там никого нет. Если нет другого шара, например. If. If, как мы там? Collide. Если нет другого шара, если не сталкивается с любым, тогда мы self-x... А, нет, 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 нет. Ох. Ладно, тогда мы вот что сделаем. Тогда простым решением здесь будет сохранять old x. old x. old y. И мы туда запишем self-x. self-x. self-y. sx пока не трогаем, пусть остается. Вот. Попробуем теперь self-x присвоить self-x плюс sx плюс sx. self-y. Оно self-y плюс sx. Вот, кстати, сейчас должно работать. Давайте я это закомментирую. Сейчас должно работать без всяких... Столкновения не проверяются, конечно, но зато... Зато движение есть. Давайте теперь добавим проверку на столкновение. Ноду убираем теперь. Если столкнулся хотя бы с каким-нибудь, то восстановим self-x присвоить old x. self-y присвоить old y. Да. Понимаете, как работает вот это вот условие? Смотрите, до того, как мы прибавили к ним неверный шаг, ну, в стену, например, он был сейчас нормально. Стоял на пустом месте, ничто ему не мешало, и вдруг мы нажали стрелку влево, и он говорит, а, ну и... И попробовали в эту стену заступить. Мы уже вонзились в эту стену, но это пока не отрисовано. Отрисуется это в другом методе дров. Сейчас мы проверяем. Впились мы в кого-то? Есть ли у нас коллизия с кем-то? Да, вот эта функция возвращает. Да, коллизия есть. Поэтому вернем-ка мы тебя назад до того момента, как ты нажал стрелочку. Вот к этому моменту, где мы old x записали. Так. Ну, я знаю, что работать не будет. Нет, не это. Так. Я неправильно вызвал. Так как это метод, нужно написать self. self, и он свой, собственно, self. Так, все равно не работает. А, да, и здесь я ошибку сделал, да? Так, где? Collide with other. Подожди, еще раз прочитаем, что он тут пишет. Он пишет, попытка вызвать глобальный Collide with с Нилом. Ага. Collide with принимает Аза. А мы этот коллайт... Ага. Мы, значит, ему передаем. Вот, коллайт with Nile. Интересно. А, вот здесь же я забыл self написать, ребята. Тоже. Self. Когда self не пишешь, то пытается... Луа пытается найти функцию с таким именем. А ее нет. Просто без self. Ура! Так, ничего не шевелится. Ну, я знаю сразу, в чем ошибка. Нет. А, ну давайте-ка. Ладно, ладно, давайте координаты. Так, так, так. Я не буду вместе с вами. Вот, кстати, насчет... Ага. Так, где у нас координаты? Так, делить на два. На два. Давай. Добавить. Сотню. Запустим. Так, все равно не двигаются. Смотрите. Давайте посмотрим. Ошибка вот в этой функции. Маленькой. Вот в этой. Я перебираю всех членов нашего массива, нашей таблицы. И сравниваю. Сталкиваюсь ли я с ним или нет. А среди них попадаюсь и я. Получается, я самого себя сравниваю координатами. А я-то сам с тобой, извините, всегда одни и те же координаты. Получается, сталкиваюсь. Давайте исключим. Нельзя сравнивать самому собой. Так. Итак, if. Тогда нужно обязательно добавить, что self не равно other. Не надо самому... Ну, с собой сравнивать. If self не равно other. And. И тогда, если мы не равны... Блин. Нет, не сюда надо. Это в другую функцию надо перенести. Да, 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 да. А, кстати, хорошо. И будет даже красивее выглядеть. Красивее. Так. Ну, надеюсь, заработает. Ну, видно, что кто-то... Какие-то заблокировали. Так, ну, возможно, просто... Слишком много врагов. Вот. О, кстати... Нет. Нет. Это же я только игрокам добавлял. Давайте искать ошибку. Ребят, может, я формулу неправильно написал? Вот я-то надеялся, что вы старые не запишите, а старые посмотрите формулу. Давай посмотрим. Ошибка, может быть, и не здесь, кстати. Нет. Math SQL, оно... Опа! Ты прав. Не дописано условия. Ну, вы формулу все равно ищите. Если есть, потому что должно быть чего? Больше. Так, если... Если меньше... Радиус... Cell... Радиус... Плюс... Other... Радиус... Ну, смотрим. Мер не двигается. Так, смотрим. Угу. И все правильно значит, что у нас формул. Спасибо. Так. Так. А нет, у меня... Можешь какую-то? Угу. Угу. Нет. А в образовании, если вы не��есь в городе, может, что она тогда разобралась. Так. Так. Угу.